Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! С вами Захар Бочаров, Ардаваст Мурадян и Василий Копейкин. И это Игромания Утром. Да, в эфире Игромания Утром. Сегодня 11 ноября. Мы готовы рассказать вам о самых главных событиях, которые произошли в игровой индустрии за прошедшие 24 часа. 24 часа. И даже чуточку побольше. Вот. Есть какие-нибудь у тебя анонсы, Алик? Да, великолепные анонсы. У нас, как вы помните, есть скидка 20% на прекрасную игру под названием... Просто спровоцируй. Just Cause 3. Да, просто спровоцируй. На самом деле Just Cause это какое-то устойчивое выражение, оно как-то переводится, но я, естественно, не помню сейчас этого. Потому что, может быть? Потому что 3? Потому что 3. Отлично. Вводите код игрJC3 при оформлении предзаказа на русскую версию игры на сайте G2A.com и вы получите очень хорошую скидку. Цена коррелируется в зависимости от курса в реальном времени, поэтому точную цену сейчас не озвучим, но она совершенно точно одна из самых низких, если не самая низкая в интернете. Игра выходит 1 декабря, да? Да, игра выходит 1 декабря. У нас будет сегодня новость. Еще одна про игру, которая выходит 1 декабря, кстати. Окей, хорошо. Ты даже о ней знаешь. Ты даже ее чувствуешь на себе, в себе. А, все, я понял. Я понял, о чем ты говоришь. Я думал, там не 1 декабря, просто первые числа. Ну окей, да. Хорошая новость, потому что мы знаем, многие из вас играют на ПК, вам будет это интересно. Да, ну ладно, начинаем? Да, начинаем. Первая новость разгоночная такая, лайтовенькая. Анонсировано продолжение файтинга EA Sports UFC. Компания Electronic Arts анонсировала вторую часть симулятора смешанных единоборств, если вы не знали, что это такое, потому что я, например, как-то упустил хайп вокруг этой игры. Восьмиугольник еще называемый в народе. Восьмиугольник. Окей. Восьмиугольник 2. Потому что они дерутся в восьмиугольники и могут, как хочешь, ну, любые единоборства, по-моему, использовать. Я тебе полностью доверяю, потому что супердолюбая тема. Да я сам в этом, знаешь, шарю так себе. Издательство пока не уточнило, на каких платформах появится игра, однако можно предположить, что речь идет о PlayStation 4 и Xbox One. Также, кстати, игра известна в народе, как мужики, обнимающиеся на полу, потому что там... Я припоминаю вот что-то такое. О, уже такое есть, все, я теперь в теме. Ну, это для меня знакомство с UFC было примерно такими. Я пришел в гости, они такие, о, давайте, типа, крутой файтинг, сейчас тебе покажем UFC. И там, значит, я сижу, там, друзья играют, и я такой смотрю, там, раз-раз, такие что-то дерутся, там, удары, да. Потом, то есть это первая минута боя. Остальные пять минут боя, они просто лежат на полу и такие перекатываются, такие, я такой... Окей. Ну, готи, готи, однозначно готи. Они обнимаются, постоянно танцуют. Да, да, они обнимаются, танцуют, потом переходят в горизонтальное положение и перекатываются. То есть, твои описания очень похожи на индийское кино, но при этом драки, я понял. Да. Еще там был Брюс Ли, да, в первой части, насколько я говорил. Да, да, да. Вот. И еще там была, по-моему, вот такая фича, в которой можно было сфотографировать свое лицо и приклеить его на виртуального бойца. И получалось, естественно, у всех по дефолту довольно какие-то страшненькие вещи, потому что, ну, ваше лицо, натянутое на другого человека, никогда не вызывает какого-то особого пиетета. Вот. Но можно было вручную что-то отсадить своего бойца, там была какая-то компания, по-моему, даже какая-то прокачка. В общем, довольно продуманно было сделано, но если бы не было сделано продуманно, не было бы сиквела. Пока что все, что мы знаем о сиквеле, это то, что он будет, и вот прекрасный арт с двоечкой. Да, двоечка. Вот. Раз-раз. Ну, на игромании игра первая часть получила 8,5 баллов, что о чем-то договорит. Что на полбала больше, чем Fallout 4. Эта игра лучше, чем Fallout 4. Все, двинемся дальше. Разжигали, отлично. Следующая новость про Dark Souls 3. Стало известно, что игра получит два коллекционных издания. Одно лучше другого и дороже, соответственно. Ролевая игра, которая выйдет весной. В апреле. Ну, это я хотел в конце сказать. Секретная информация. Прости, пожалуйста. Вот. Ну, ничего страшного, я прощаю тебя. Ролевая игра Dark Souls 3 появится в двух особых изданиях. Collectors Edition и Prestige Edition. Название просто этих коллекционных изданий всегда меня... Цены отложишь. Первая, Collectors Edition, будет стоить 90 евро в комплект... Копейки. Копейки, да. 6200. Это тебе не пип-бой edition за 8500, понимаешь? 8500 это еще дешевая цена. Он так-то 9 стоил. Естественно, там будет игра в стальном кейсе. Три нашивки. Вот это интересно, кстати. Нашивки не так часто кладут. Praise the Sun. Да, ну там какая-то фигня на нашивках. Я вот смотрю, и мне прям грустно стало. Я надеюсь, там будет Praise the Sun, но по-моему нет. Не похоже на то. Это какие-то новые, знаешь. Колба, Bonfire, а третья, я не пойму, что это. Ну, Bonfire, кстати. Да, Bonfire прикольно. Шлем. А, шлем. Ты говоришь, что шлем. Господи, я слепой просто. А, все, вижу, да. Окей. Артбук, саундтрек и 25-сантиметровая фигурка рыцаря. Почти такая. Это, мне кажется, 15. Может быть. Ну, 10, мне кажется, это вот столько. Измерение ВАСа в прямом эфире. Мне кажется, это 13. Ну, короче, фигурка будет где-то вот такая. Да, так вот, это хорошо, что мы замерили, потому что нам это еще, нам линейка Захара еще пригодится. Хорошо, да. При покупке Prestige Edition за 320 евро, это на секундочку 22200 рублей в пересчете на наши любимые деньги, игроки получат все перечисленное, что было в Collector's Edition, однако вместо скульптуры Красного Рыцаря в комплект войдет 40-сантиметровая фигурка Lord of Cinder. Вообще, Lord of Cinder назвали Гвина. Я не понимаю, почему здесь Lord of Cinder, это какой-то мужик с гигантским мечом. Я думаю, он сменился просто. Гвин, нет, ну, по традиции, я думаю, что Dark Souls 3, как и Dark Souls 2 будет происходить немножко в другом, там непонятно, то есть, как бы, континент вроде как один, но время много прошло. Ну, да, естественно, другое время. То есть, какая-то связь уже чувствуется. И 40 сантиметров, это где-то вот такая вот фигура, наверное. Да, спасибо. Очень хорошая, очень здоровая. С таким вот тесачелой. Да, за 90 евро вы получаете 25 сантиметров, за 320 евро вы получаете 40 сантиметров. Отлично. Я чувствую себя генератором спама. Да, именно так и есть. Это не спама, реальная возможность получить фигурку. То есть, переплата получается такая довольно солидная, идет исключительно за статуэтку, которая идет в комплекте. Да, ну, это, в общем, для диких фанатов. Мне даже первое, если честно, больше нравится. Ну, в смысле, вот именно в плане того, что это вот этот главный герой, обрызглый, который песочек из руки сыпет, вот этот вот самый. Ну, как-то вот, не знаю. Не знаю, мне, да ни тот, ни другой так не нравится, чтобы заплатить 22 200, понимаешь, или 6 900. Зачем? Я просто куплю игру на каждой платформе, как я обычно это делаю. У меня, типа, каждый Dark Souls есть вообще везде. Чем на одной платформе и фигурку за те же деньги. Абсолютно верно. Естественно. Зачем? Зачем тебе игра на разных платформах? Потому что можно поиграть на БК, можно поиграть, на PlayStation, можно еще на чем-то поиграть. Слушай, ладно бы там была кросс-платформа какая-то. Ты же будешь по отдельности играть на каждой из платформ. Ну, да, я не знаю. Поддержать разработчиков, например. Окей, ладно. Хорошо. Понимаешь? И также стала известна предполагаемая дата релиза игры. Это 12 апреля в Америке и Европе. Да. Вот. В Японии обычно выходит примерно в это же время. Не, в Японии она, наверное, в этот раз выйдет в марте. Они говорили про марта. Да, серьезно? Надо японскую версию добывать. Потому что обычно есть английский язык. В японской версии обычно уже есть английский язык. Ну, это, надо сказать, справедливо не для всех игр, а исключительно для Souls серии. Нет, я про Souls серии, естественно. Потому что их, по-моему, изначально делают на английском даже. Ну, то есть, как-то так очень. Настолько глубоко не знаю. Но да, в японских версиях традиционно есть английский язык. В этот раз нам придется немножко подождать, и игра у нас выйдет где-то на месяц попозже. В любом случае, там, если вы думаете оформить предзаказ, знайте, что такие издания с фигурками, сколько бы они ни стоили. В России, наверное, они тоже будут, но ближе к релизу их 100% раскупают. Поэтому, если вы там поборник каких-то зарубежных магазинов, типа Амазона, eBay или, прости господи, там, Алиэкспресса, на котором, кстати, не придаются игры. Так что, пожалуйста, там, как бы, поторопитесь, чтобы... Я вспомнил вчерашнюю историю про Алиэкспресс. А, кстати, да, запомнил историю. Захар такой вчера говорит, куплю я себе башкотряс, ну, вот такого, баблхеда. Слушай, давай я вводную сделаю, пожалуйста. Вот. У меня дома перед телевизором стоит какой-то ряд фигурок из игр, которые мне нравятся. То есть, там есть Марио, по-моему, Метроид, Зельда, амибки какие-то для Вью и так далее. Вот. И я сейчас начинаю делать Fallout, мне очень понравилось. Я подумал, ну, вот неплохо было бы мне купить башкотряса. Я у Арика еще с Gamescom просил, но там, типа, не сложилось. Ну, раскупили. Да. Хочу купить себе башкотряса и в Oldboy и поставить перед телевизором. И, короче, я залез в интернет, начал искать, посмотрел там на Алиэкспрессе, на ebay. Не нашел, нашел на сайте alibaba.com, по-моему, который называется как-то так или что-то похожее. И сейчас Арика расскажет. Да, это было потрясающе. Захар так говорит. Он стоил 2 доллара, но был нюанс. Да, да, да. Был нюанс такой нехилый. Захар говорит, о, я сейчас себе, типа, куплю на Алиэкспрессе или на Alibaba. Да, да, фигурку, типа, ой, стоит 2 доллара от 500 штук. Да, то есть это какая-то... Вы вообще не представляете, как Захар покупает, значит, этих всех, обмазывается, я не знаю, принимает с ними ванны, там, потом я предлагал разделить, типа, и скидываемся, он забирает себе 250 штук. У нас были идеи снять видео в Slow Mox, мы кого-нибудь обсыпаем башкотрясами из Fallout'а или разыграть в паблике игромания Daily 499 башкотрясов. Одного я возьму себе и поставлю перед телевизором. Но это, естественно, был не лицензионный продукт от Bethesda, а просто что-то напечатанное на 3D-принтере, потому что наши китайские друзья ловкачи. Да, ну, в общем, 2 доллара за то, в общем, 1000 долларов отдаешь, тебе приводит, а ты сейчас такой сидишь, 1, 2, 3, и про что там, типа, 998, 999, черт, мне не доложили одного. А в дереве 2 доллара будет телевизор, они же все еще бошками трясут, можно с ума сойти, в общем. Василий что-то хочет. У меня знакомый делал бизнес на, ну, приблизительно такой же предмет, только на My Little Pony. Ага, понятно. Отлично, Василий больше не будет вести игрование. Василий друг, который сделал бизнес, покупая My Little Pony за 2 доллара 500 штук, видимо, да? Да, да. Ой, господи, мир прогнило. Хотя, с другой стороны, для кого-то… Мир изменился. Мир изменился. Да, как когда мир рухнул, каждый сломался по-своему. Но для кого-то My Little Pony, для кого-то бушка отрясся из Fallout, а в целом это все равно раскрашенные куски пластика. Делайте выводы. Да. Делайте ваши выводы, дамы и господа. Тем временем, пока мы тут смеемся, в новом трейлере Star Wars Battlefront безвредно исчезают люди. Заголовок от боженьки просто. Для Star Wars Battlefront вышел новый трейлер с живыми актерами, который называется очень скромно Become More Powerful, стань более сильным. И завязка заключается в том, что люди попросту пропадают для того, чтобы окунуться во вселенную Звездных Войн. Знаешь, я когда смотрел ролик, я ждал, что они в вселенной Звездных Войн появятся уже голые. Потому что они исчезают без одежды. Они исчезают без одежды. Это выглядит немного комично. То есть атака голых клонов. Да, да. Это похоже на порно-пародию, знаешь, которую иногда снимают по фильмам. Я уверен, что либо она уже есть, либо она точно будет. Единственная роль со словами досталась актрисе из Сумерек. Давай лучше актрисе из Скотта Пилигрима. Давай лучше. Хорошо, окей. Актрисе из Скотта Пилигрима. И она сообщает, что любая неудача лишь делает ее сильнее. Что очень поддержало меня после вчерашнего проигрыша на турнире. Напомню, что Star Wars Battlefront выходит 17 ноября. Уже совсем скоро, на следующей неделе. Да, да. Это будет вторник, друзья. Мы, конечно же, обязательно будем стримить. Не спрашивайте больше об этом. Вы будете стримить? Арика, мы будем стримить? Может, постримим? Вроде игра-то хорошая. Да, еще есть нарезки геймплея из этого, из геймскомовского ролика прекрасного. Ой, то есть с Полис Геймвик. Полис. Полис Геймвик, да. На этот раз без штрафов, но впредь будете осторожны. И в целом, в целом, ну все, Battlefront уже на пороге. Уже тут нечего обсуждать, что-то о нем говорить. Надо как бы уже брать и озвучивать финальный вердикт, что мы сделаем в том числе на сайте игромани. Если вам интересно, что мы думаем о Star Wars Battlefront, то вы можете посмотреть записи стримов, где мы играли все по очереди. Захар, в том числе, впервые сел за шутерой на ПК. На комбе лет за 5-7, наверное. И это было просто бесценно. Как ты? Это нормас, там по статье нормас был. Нет, я про твои визги. А, ну это-то да. Вот. Это был момент, когда я впервые отпустил свои эмоции. Да-да-да, и уже не смог поймать. И с тех пор я не могу вернуться обратно. Ладно. Давай. Еще один человек, который отпустил свои эмоции, это поклонник Star Citizen, который потратил на игру 30 тысяч долларов. Тут надо использовать наш любимый глагол. Даже два. Либо внедрил, либо вонзил. 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 Я бы сказал даже вонзил, да. Поклонник вонзил 30 тысяч долларов. Кажется, что сумма большая, и все верно, она огромная. Онлайн-вый. Сколько башкотрясов можно купить на эти деньги? Подожди, подожди. Могли бы построить редакции из башкотрясов. Господи, это 15 миллионов башкотрясов, что ли? Нет, нет, не можно. Подожди, сколько 500, да? А, не 15, а не 15, а 7,5 миллиона. Надо просто... 7,5 миллиона башкотрясов. Погодь, 2 бакса стоит один. 15 тысяч башкотрясов. Да. А, господи, все. Как я считаю? 15 тысяч башкотрясов. Ну ладно, я гуманитарий. Тебе можно собрать трон из башкотрясов. Да, да, да. Я такой. Но в тебя никто не вонзает по 30 тысяч баксов почему-то. Потому что ты не обещаешь делать космический симулятор. Звучит странно. В тебя никто не вонзает. В тебя никто не вонзает. Онлайн космосимулятор опирается исключительно на народное финансирование. Если вы помните, он уже собрал почти 100 миллионов. Вообще какая-то космическая сумма для космического симулятора. Почти 100 миллионов долларов. Эта сумма не удивляет после вот этой информации. Как выяснилось, один из фанатов, Крис, его зовут. Также известный как Оззи 311 для других фанатов. Сумма, которую он вложил в любимую игру, приближается к 30 тысячам долларов. И он готов потратить еще больше. Мне кажется, это уже как болезнь какая-то. Знаешь, как алкоголизм. Вонзание денег. Вонзание денег. Он сообщает, у меня буквально все и даже больше. Несколько комплектов всего. Я обладатель... Точка, все, цитата закончена, спасибо. Я обладатель Million Mile High Club. Стартовая цена, которого была 15 тысяч. С самого начала, придя в игру несколько лет назад, я вкладывал понемногу. Но тут, то тут, то там. Но когда проект начал обретать форму, я понял. Я понял, что надо бандить еще больше. Именно это я и сделал. Примерно вот что он говорит. Я дал себе волю. Да, я дал себе волю. Это история еще одного человека, который дал себе волю. Он уверяет, что не тратит ничего со своего основного счета. И не взял ни цента, а кредита. Это было бы глупо, утверждает человек, потравивший 30 тысяч долларов на игру. Крис трудится в большой технологической компании. Уже 13 лет. Зарабатывает, видимо, очень неплохо. И для того, чтобы вонзать деньги в Star Citizen, он нашел себе дополнительную работу. Скучно парню, в общем. Скучно. Очень много свободного времени, видимо. Ой, господи. Вот. Отец и друзья помогают ему подзаработать. И все дополнительные средства он вкладывает в игру. Слушай, дай бог каждому человеку в жизни. Да, так жить вообще. Ты можешь вонзать 30 тысяч долларов. Нет, нет, даже не в этом дело. Даже не в этом дело. Такой мотиватор, ради которого хочется взять дополнительную работу, там что-то зарабатывать, вонзать, покупать себе и так далее. Ну, круто. Нет, это с этой точки зрения очень круто, но немножко меня поражает. С другой стороны, есть люди, которые вонзают такие же суммы в редкие марки. Я имею в виду марки. Ну, марки ты можешь с тем же успехом продать, понимаешь? Для монетки. А Million Mile High Club Pack, я думаю, что ты не продашь за 15к. Ну, твоя правда, но с другой стороны. Ладно. Кому что нравится. Тем временем, Cloud Imperium Games выпустила очередной ролик, в котором демонстрируется изменение в интерфейсе управления корабля, которое Вася вам точно показывает, я уверен, чувствую. Которые стали возможны благодаря 30 тысячам Криса, которые он вонзил. Да, ну, вот так вот, понимаешь? Вот так вот. Ну, все это постепенно произошло. На самом деле, я хочу сказать, что многие игроки, ну, не многие, но во фритоплейных играх, в хороших, есть процент игроков, там, ну, не маленькие, процентов 10-15. Вонзатели? Вонзатели, которые точно вонзили, допустим, такую же сумму на Clash of Clans или на Candy Crush Saga и так далее. То есть это, ну, это совершенно нормальная цифра, просто когда ты... Не, я не осуждаю, я просто немножко... Когда это делаешь постепенно, как бы, там, заносишь, ну, там, по 10 баксов, так, оп, 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 там, посчитал, вот ты уже 30 тысяч занес. Ну, то есть, то, что он сделает на Star Citizen, а не на, не знаю, почему-то хотел сказать... Ну, предуплей, игра, она уже готова, она уже существует. Ну, да. А до выхода Star Citizen, знаешь, вонзив у него 30 тысяч долларов, можно и не дожить. Ну, всякое может случиться, конечно. Понимаешь, потому что, ну, неизвестно, когда игру-то выпустят, если что. Ну, цепануло его, цепануло, не знаю, что конкретно, но, тем не менее, если так он, ну, радеет душой, то пускай продолжает. Не-не, я только за, потому что это, возможно, ускорит процесс разработки игры. Это поможет им, да. Потому что я очень хочу поиграть в нее, конечно. Ладно, обеднемся в сервис, в котором когда-то появится Star Citizen. Русский язык в Steam уступает только английскому. Вот такие новости поступили. У нас патриотичные. Повод для гордости. Согласно статистике Steam, русский язык использует больше 18% пользователей, и эта цифра постепенно растет, что ставит русский язык на второе место в популярности после английского, которым пользуется... Но до английского там как до звезды. Почти половина игроков, да, потому что, ну, английский – это главный международный язык. Русский язык опередил испанский язык, которого 5% с небольшим, китайский язык, которого почти 5%, и немецкий язык, которого 4%. Фаллаут перевели на испанский. Да, и прям с озвучкой. По-моему, да. Испанцы, может, сейчас собирают там 3 миллиона... Я точно не помню, на каких языках есть Фаллаут 4, но там, по-моему, испанский, итальянский, немецкий, что ли, или что-то такое. Слушай, нет, погоди-ка. Наверное, имеется в виду все-таки субтитры. Нет. Имеется в виду именно... Конечно, конечно. Ну, значит, 5% испанцев... Ну, ладно, ради справедливости надо просто сказать, что в России на ПК играют больше всего людей. Ну, в том числе... Мне кажется. Ну, не больше всего, но... Да, подавляющее большинство по Европе. Это поинт в пользу того, чтобы... Нет, это поинт в пользу цифры, которые ты привел. Потому что я не думаю, что в Испании и в Германии пользуются Steam так же активно, как в России. Ну, наверное. Хотя в Германии ПК-рынок, он довольно развит. И в смысле, там вот, наверное, одна из немногих стран Европы, где ассортимент игр для ПК, вот коробочных, именно в магазинах сравним с консолью. Да, вот еще говорят, что французская озвучка есть. Я просто читал накануне, вчера в Твиттере проскакивали всякие скриншоты еще где-то в ВК с отзывами в Steam по поводу от наших соотечественников. Нет, русской озвучки я ставлю одну звезду, как я там всегда делаю. Но не совсем, что, типа, да как вы посмели, типа, унижать там русский язык. Да вот там, не знаю, деды воевали, ну, условно там, знаешь, вот эти все, какую-то политику туда прикручивают. Знаешь, почему это случилось? Потому что Fallout 3 был полностью на русском языке. Да. Вот только из-за этого, на самом деле. Потому что русский субтитр в такой игре, это уже, в принципе, неплохо. Нас избаловали, друзья. Я помню времена, когда мы покупали... Final Fantasy. Просто включите любую часть Final Fantasy. Да. Перевод? Не, не слышал. Даже эксклюзивы для Sony, там во времена еще там PlayStation 2 и даже... Ну, Uncharted первый. Да, PlayStation 3 ты покупал на английском языке, и ты радовался, что эту игру завезли в магазин. Нет, я говорил уже в начале, пока тебя не было, немножко рассказывал про свое мнение по поводу русского языка. Ну, нету и нету. Ну, то есть, ну, ругаться из-за этого... Нет, но он-то есть. Есть субтитры на русском языке. Субтитры я про озвучку. Ну, то есть, мне, например, приятнее намного с субтитрами играть в Fallout, чем слушать... Я уже говорил, то есть, не хочу обидеть там Бориса Репетуро, но мне не нравится озвучка Тридога Найта. Мне нравится оригинал Тридога Найта. Нет, слушай, ну, естественно... Не то, что мне он не нравится. Мне просто не нравится слушать на русском то, что я слышал на английском уже, и мне понравилось. И для меня это странно. Если бы русская озвучка была, если бы Bethesda приняла это решение, я думаю, никто бы не стал ее ругать за это. Ну, была бы русская озвучка, я отлично. Ну, да, нет, я тебе уверяю, что если бы получилось что-нибудь, как с Call of Duty Black Ops 3 озвучкой, все бы... Зачем вы сделали такую плохую озвучку? Ну, типа того. Такое тоже могло быть. То есть, ну, мы не против... Помните, не знаю, озвучку Dragon Age 1 Origins? Ну, это ужасно. То есть, это боль. Я специально из-за этого... Я купил игру, там нельзя было поменять язык на английский. Я скачал пиратку, чтобы оттуда выцепить аудиофайлы и вставить их в лицензионную игру. То есть, не представляешь, насколько это абсурдно? Я помню, я же рассказывал про Dragon Age истории, я наиграл в него очень мало, и там первая локация за эльфов, ты подходишь к какому-то NPC, он говорит, добрый день, ваша маточка сказала, что вы стрёмные. Я такой, ой, я потом поиграю. Ну, а что-то еще сказал, но озвучено было именно... Вот, и субтитры это самый безопасный вариант озвучить, озвучить, ну, то есть, перевести, перевести, ну, хорошо, если не накосячить там с субтитрами. Слушай, ну, окей, смотри, но есть такой кейс еще, что не все понимают английский язык все-таки. Согласен, есть субтитры же. Субтитры не все успевают читать. Ну, то есть, с озвучкой кому-то могло быть комфортнее. Не, я согласен, я не говорю, что озвучка против, э, плохо. Я говорю, что субтитры, это, ну, типа, дофига. Ну, да, для Fallout тоже, да. Ну, то есть, для Fallout особенно. Ну, а если что, там парни до сих пор собирают, там, 3 миллиона 200 тысяч рублей на озвучку Fallout и обещают и консольные версии не обделить, если вдруг, я не знаю, каким образом они не обделят консольные версии, потому что это надо с Bethesda согласовывать, по идее. Но пока мод намного проще выпустить. Нет, там дело не в согласовании, делать же переводы. Просто каждый раз, когда у тебя будет обновление игры, у тебя будет слетать перевод, скорее всего. Ну, вероятнее всего, да. 99%. Вероятнее всего, да. В общем, там будут свои сложности. Вот. То есть, ну, плохо, но не критично. Почему мы вообще ударились? А, у нас же новость про русский язык. Ну, у нас новость про русский язык в Steam. Понимаешь, немножко странная реакция людей для меня, потому что, ну, ну, то есть, ругать английский язык, говорит, что вот, я хочу играть на своем, то есть, чтобы меня все говорили по-русски. Друзья, учить английский язык, это неплохо, вот. Нет, слушай. Это полезно, это крайне полезно. И, в принципе, то есть, и тем, что вы слушаете английскую речь, то есть, вы можете как-то подтянуть свой язык. Ты совершенно прав, но есть другой поинт. Я покупаю себе не самоучителя английского языка, а я покупаю себе игру. Да, у тебя там субтитры есть. И там, допустим, мои друзья испанцы, когда они платят за игру, они получают русскую озвучку. Я плачу за игру. Испанскую озвучку. Ну, испанскую озвучку, да. Они получают русскую озвучку и испанскую, мы меняемся и по скайпу. Я плачу за игру, и я не получаю русской озвучки. Ну, то есть, вот тут есть какой-то десант. Скайрим был переведен на русский язык? Да. Полностью озвучен, да? Если не сразу, то потом, да. Да, был озвучен. Ну, ладно. В общем, ну, спорный момент, это не конец света, но какие-то неприятные моменты... Мне реакция немножко удивляет, да. Ну, то есть, ну, есть субтитры, почему... Ну, блин. Ладно. Ну, то есть, да. Зато в области балета мы впереди планет всей. Да. В Стиме уже на втором месте. Берегись, английский, скоро и 50% тебе нагребем. Отожмем. Ура. Да, дальше. Дальше новость про Fallout 4. Про Fallout 4 новость, да. Приложаем дальше толочь. Самый уродливый персонажи Fallout 4. Вот такая бесхитростная... Прекрасная новость. Бесхитростный заголовок, да. У нас появилась потрясающая заметка. Пока Вася кликает уродцев, быстренько объясним, что в Fallout 4 есть редактор персонажей. Да, да, да. В редакторе персонажей можно изменять черты лица, в том числе и до неузнаваемости. Такая красота вообще. И, соответственно, если помножить эту возможность на капелюшечку воображения и много свободного времени, то можно сотворить какие-то вот такие вот дела, которые сейчас Василий вам демонстрирует, уткнувшись просто лицом по ладонь. Не торопись, главное, Вася, не торопись, прям дай людям всмотреться вообще в эту прелесть. А, и это у Кона, но у Брайана вышел уже обзор этого Fallout, как он любит делать в категории Clues Gamer. Я надеюсь, среди наших зрителей есть люди, которые это смотрят и любят. Есть, есть, да. У Василий посмотрела, я так плотно зевнула вообще. Самый сок, конечно, вот эта картинка. Да, мне она тоже очень нравится. И там, знаешь, короче, он создает этого персонажа, ну как всегда со своим напарником сидит, там они вместе создают персонажа, и он накладывает ему какие-то ожоги на лицо или что-то типа того. И за ним стоит его жена, она постоянно комментирует этот процесс, она посмотрела на него в зеркало и говорит, ммм, секси. И Конон такой, что секси, да я только что наложил на себя там 90% ожогов, в какой вселенной это секси, там с тобой все в порядке вообще. Ну то есть, да, есть забавный момент, связанный с редактором персонажей, это Киану Рейпс. Я тут осознал, что можно сделать Тревора здесь. Ой, слушай, уже сделали, как его, господи, парни из The Breaking Bad, и все из головы. Ага, я понял тебя. Из этой невыспавшейся. Как его, как его, как его? Хайзенберг. Да, Волтер Вайт. Да, Волтер Вайт. Уже сделали там Киану Рейпс. Сей мой нейм. Уже даже сделали Гитлера, прости господи, ну честное слово. И жену его тоже сделали. Знаешь, самое смешное, я вот помню... Один день прошел, понимаешь, один. Вышел Dragon Age Inquisition. Там, кстати, офигенный редактор. Вот именно, офигенный редактор персонажей, и появились картинки, как там сделали этого, актера этого. Дейенерис, я видел. Как сделать Дейенерис, да, такая красота. Вышел Fallout 4, редактор персонажей. На тебе, урода, ну урода, еще одного. Нет, слушай, в Dragon Age Inquisition тоже делали дополна уродцев. Вот есть какой-то этот мультик, там, где смешной рыжий персонаж, которого все стебут с большими зубами. Вот его там сразу сделали. Еще что-то там сделали. Ну, то есть, как только даешь пользователям редактор персонажей, ты должен быть готов вот к этому. Вот то, что сейчас на экране. Так что это нормально, но это в какой-то степени забавно, может быть, для этого. Я думаю, сегодня Георга сделаем и будем колесить пустошь с ним. Просто знаешь, в чем прикол, как бы такой, сидишь ты в этой броне, там, которые тебе дают в начале игры, приходишь, там, спасаешь кого-то и говорят, ну, покажись, покажи нам лицо настоящего героя. И оттуда вылезает какой-то Гитлер. Вот, в общем, это все чертовски странно в какой-то мере, а с другой стороны, прикольно. Но новость такая, как я люблю говорить, созерцательная. Посмотрели, посмеялись и ладненько. Можно двигаться дальше. Да. Из создателей модов для GTA Online взялись сыщики. Картинка отличная. Серьезное дерьмо, да, начинается у нас потихонечку. В чем заключается суть вопроса? Один из создателей модификации 5M для GTA Online рассказал о визите двух частных детективов, якобы нанятых издательством Take-Two Interactive. По его словам, двое мужчин пришли к нему домой и потребовали прекратить разработку мода. Зачем он их пустил домой? Вычислили по IP. Эту историю игрок, скравшийся под ником N2AT, опубликовал на Reddit. Он уточнил, что детективы предложили ему поговорить по телефону с сотрудником Take-Two. Ты можешь поговорить с нашим боссом. Да-да, ты берешь телефон и такой, я тебя по IP вычислил. Нет, он такой, ты играешь в мою игру, но ты делаешь это без должного уважения. Во время телефонного разговора, как утверждает N2AT, представитель издательства заявил, что если работа на модификации не будет прекращена, Take-Two будет отстаивать свои права в суде. Модификация 5M, давайте посмотрим, из-за чего сербор, позволяет играть в GTA Online на сторонних серверах, не связанных со студией Rockstar Games. Прежде Take-Two, который является издателем GTA Online, уже пытался наказать пользователей за использование модификаций. И в результате десятки попавших под подозрение игроков лишились доступа к онлайн-составляющей. Ну а что, он сливал бабосы? По сути, да. Сливал поток бабосов, это... По сути, да. Но я не думаю, что он делал это для собственной прибыли какой-то. Я не думаю, что... Ну какая разница? Я думаю, он просто это сделал... Ну, я не знаю, на самом деле. Зачем вы делали? Ну, невозможно на основных серверах. Для пираточки. Вот для чего. Для пираточки. Вот для чего, для читов. Для читов. Для читов. Это... Ты заходишь в GTA Online, а там Hulk, короче, Месяц Железного Человека, и... И это можно сделать... Это можно использовать самому, понимаешь, в лицензии, где Hulk, Месяц Железный Человек. Ну, это в оффлайне. В оффлайне, да. Ну, извините. Оффлайне нет. Ну, то есть, ну, я не думаю, что тут была какая-то идея... Хочешь Hulk, Месяц Железного Человека, покупай игру по Мстителям, знаешь, а не GTA. Ну, и к тому же, кстати, это история с Reddit, не стоит, наверное, верить так прям дословно всем историям с Reddit. Я деструктуид напечатал, почему нет. Мог что-то приукрасить. Слушай, ну, всякие истории бывают, проскакивают, и не всегда достоверно. Ну... Вот, но, тем не менее, мне кажется, Rockstar в этой ситуации в целом прав. У меня абсолютно правы, но, то есть, тут, ну, речи быть не может. Ну, то есть, ты делаешь работу некую, неважно, крупная компания, маленькая, сделаешь работу, у тебя, как бы, забирают и сливают ее, по сути. И ты теряешь деньги. Да, все верно, все верно, Тарик. Говоришь, что будем честными, будем хорошими и будем платить за наши... Ну, просто, когда, там, ты сам оказываешься в такой ситуации, когда пиратство на тебя влияет, ну, пагубно, ты понимаешь, что, ну, пиратство плохо. А-та-ташечка, ругань-ка от игромании и двинемся дальше. Поехали дальше. В сети появились скриншоты отмененной игры по Jurassic World. Да, там есть карьера, там есть виртуальный криз-проект. Виртуальный. Зачем ты так? Не знаю, просто. Таким голосом, томным. Просто. Поклонники мира южского периода раскопали в сети отмененную игру. Раскопали. Ну, мне кажется, это слово более уместно, чем обнаружили. Вероятнее всего, выход проекта намечался вместе с датой релиза фильма. Это было в июне, я напомню вам. Созданием игры по мотивам мира южского периода занималась студия Cryptic Studios, авторы Star Trek Online и Never Winter. Ну... Star Trek Online вообще жив еще? Я вообще не знал его существования даже. Судя по всему, игроков ждала приключенческая игра от третьего лица. С открытым миром сюжет при этом был основан на истории фильма, очевидно, невероятное. По данным Siliconera, над игрой работала художница студии Cryptic Сабрина Филлипс. Эту информацию обнаружили у нее в резюме, где было сказано, что с апреля 2014 года по 2015 год она трудилась над этой игрой. На движке Unreal Engine 4 для PC и консолей. Мир южского периода фильм вышел на экраны в июне. Главную роль в нем исполнил Крис Пратт, известный всем по фильму «Стражи галактики». Да, теперь уже да. Раньше по сериалу еще «Парки и зоны отдыха» отлично. «Парки и зоны» по-моему, позже появились. Нет. Ты уверен? Они закончились уже, извини меня, седьмой сезон закончился в 2014. Серьезно? Они супер, да, долгие. Он сначала был там, и там прям, я сейчас просто смотрю. Все, я сейчас напутал. Смотрю «Парки и зоны отдых», всем советую, отличный ситком, но не в этом суть. Там просто вот сейчас как раз сезон, который снимали где-то в 2013, то есть когда началась параллельная работа над «Стражами галактики», и он прям очень сильно схуднул и подкачался. То есть он там был такой жердяйкин, а сейчас прям такой, ух, подтянутый. И вот даже другие персонажи в фильме «Стибут» из серии. Я ей как-то так сбросил вес, и он там как-то ошучивается. Вот, забавный факт. Вот, да, продолжение. Как вы знаете, фильм был очень успешный, собрал кучу денег. От режиссера этого «Мира юрского периода» вам позвали режиссировать какой-то из эпизодов «Звездных войн», не помню какой, то ли восьмой, то ли девятый. И продолжение «Мира юрского периода» мы увидим в 2018 году, если нам это интересно, конечно. Да, я, кстати, хочу посмотреть, я все время пропустил, но я большой фанат. Криса Брата. Нет. Но я да. После «Стражи галактики» он такой... Ну, окей. Вообще, франчайза «Парк юрского периода» прекрасные три фильма. Любишь динозавров? Да, я, во-первых... Как все? Я в детстве очень... На мейнстриме? Да. Все три фильма понравились в разной мере, конечно, но тем не менее, по-моему, не все хорошие. Жалко, что я пропустил свое время летом. Ну, там была Е3, там были всякие сложности. Как называется ситком? Спрашивай еще раз, повторим. «Парки и зоны отдыха». «Парки и зоны отдыха», да, по-английски «Parks and Recreations». Там по логике чудовищно-скучная завязка, в которой небольшой департамент в каком-то маленьком американском городке пытается наладить, ну, озеленить город, условно говоря, имея там очень ограниченный бюджет. Вы на это не ведитесь, потому что это все потом уходит на какие-то совершенно другие вещи. И в целом это про отношения между людьми, а не про, прости, господи, Парки. Так что попробуйте, вам должно понравиться. Создатель, кстати, сериала кто, вот я не помню. По-моему, те же самые люди, которые создали «Офис». Да? По-моему, да. Ты мне просто говорил, по-моему, как-то, да. А «Офис», ну, американский, я предполагаю, да, речь? Ну, вот, господи. Сериал же американский, поэтому, да, американский «Офис», потому что американский «Офис» – это же, ну, идея изначально английская. Ну, слушай, там, где плавная съемка, вот это вот, оператор, который якобы присутствует на месте событий. Но я просто не знаю, американский или английский, я один. Изначально он английский, потом сделали американскую версию, которая мне намного больше нравится, и вот эти «Офис». Я даже не знал об этом, я погуглю после эфира. То есть ты мне опять не веришь? Нет, я тебе верю, я просто хочу нагуглить и посмотреть, уже где американский, где английский. Если я хочу погуглить, не значит, что я тебе не верю, Олег, значит, я хочу найти информацию. Хорошо, найди информацию в интернете, последующие новости. Да, объявлены системные требования игры «Rainbow Six Siege». Тем временем Ubisoft сделала это, игра выходит в начале декабря, что можно сказать в целом, для того, чтобы сыграть в «Rainbow Six Siege», вам не потребуется супермощный компьютер, но для того, чтобы попробовать игру уже непосредственно на высоких настройках, возможно, потребуется апгрейд. Ну, давай я… Да, сейчас Орик вам озвучит. Для «Rainbow Six Siege» потребуется 64-разрядная Windows 8 или Windows 10. Минимальные требования к железу, специально для тех, кто всегда спрашивает. Процессор Intel Core i3-560 или AMD Phenom 2 X4-945. Ты что-то это читаешь, как бы вообще не понимаешь? Не, я понимаю, о чем идет речь. А, окей, хорошо. Более или менее, 6 гигабайт оперативной памяти, видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5870. 30 гигабайт свободного места на жестком диске. А для… Это были минимальные. Рекомендуемые – это процессор i5-2500K или AMD FX8120. Господи, все выжал. Вот в AMD процессорах я вообще ничего не понимаю. Я уже миллион лет отстал от этой темы. Не, ну и с Intel еще более-менее понятно. 8 гигабайт оперативки, видеокарта ниже GeForce GTX 670 или Radeon HD 7970. И 47 гигов свободного места на жестком диске. Интересно как. А для того, чтобы поиграть на PlayStation 4 или Xbox One, просто надо иметь консоль. Молодец. Набросил как боженька. Игра выходит 1 декабря. Я ее очень жду. Захар ее очень ждет. Мы будем ее стремить ночами, мне кажется. Ну, я бы не сказал, что очень жду, но быстренько поясним за Rainbow Six. Поясним за Rainbow Six. Захар, не, я не жду. А, да. Не, ну мне арт очень нравится. Арт очень крутой, да. Точнейший, вот это вот черное, белое. Да, у Захарса спина черная. Тут видно немножко, что спиной помачивается. У тебя спина черная. У вас спина черная, да. Открыть этот спецназ, у вас спина черная. Что хотелось бы сказать про Rainbow Six. Вам обязательно надо найти себе друзей, с которыми вы будете играть в Rainbow Six, потому что... Срочно до 1 декабря найдите себе друзей. Да, у вас осталось пару недель на то, чтобы найти друзей. В чем цель ситуации? Когда играешь с незнакомыми людьми, игра супер тактичная. То есть, надо четко распределить роли. Обязательно с гарнитурой, потому что надо знать, где кого убили, куда срочно бежать и так далее. И, естественно, намного круче, когда это с друзьями, слаженная команда. И там кто-то, так, я на втором этаже, я его вижу, я в него стреляю. Так, я ранен, меня убили, срочно сюда. И ты такой, ага, понятно, он там. И ты сразу туда рвешься, пробиваешь его через стену. В то время террорист, очевидно, отрапортовал своему другу на другом конце карты. И там тот спустился, уже убивает тебя. И, условно говоря, вот эта вот вся шумиха, весь этот водоворот, он крут именно, когда ты играешь с друзьями и когда ты играешь с слаженными. Если ты просто вклинился в какую-то онлайн-игру с незнакомыми чуваками. Ну, я играл с незнакомыми, тоже прикольно, но, конечно, со слаженной командой намного интереснее. Не знаю, не знаю. Там просто, понимаешь, очень велик шанс, что найдется какой-нибудь молодой человек, который просто там рванет в атаку или просто забьет на то, что есть... Который встанет, включит свою гарнитуру, и ты начнешь такой рассказывать. Сейчас, смотри, ты идешь сюда, так заходишь туда, и такой в середине такой... ЛЕРОЙ! И врывается туда сквозь все доски и все пробиваемые и непробиваемые стены. Если вы не знаете такой Лерой Дженкинс, друзья, обязательно просто вбейте в Ютубе Лерой Дженкинс. Я уверен, что есть неофиты, которые не в курсе, не видели этот ролик. Потому что одно дело знать, кто такой Лерой Дженкинс, а другое дело видеть этот ролик. Кстати, истоки я сам недавно посмотрел и узнал. А, ну вот, видишь, видишь. Потому что надо посмотреть этот ролик, это потрясающе. Это из Вова, если вы не в курсе, но это потрясающе. Чуваки готовятся к рейду в двух словах. Готовятся к рейду. Один очень... Там их там что-то 10, то ли, 30... Ну, 10 где-то человек. Они такие... Этот объяснять, значит, ты идешь туда, значит, а вот ты делаешь, а то ты хиляешь... Просто такой посередине начинает... ЛЕРОЙ Дженкинс! И вбегает, значит, туда Данш один. Все такие... И такой капитан такой... О, черт! Быстро спасаем его! Все забегают и просто всех выносят в мясо. И ты такой смотришь, такой... Нет, там еще на заднем фоне, знаешь, иногда такие комментарии, типа, о, боже, о, черт. Мы так долго готовились к этому. ЛЕРОЙ, как ты мог? Господи! Господи! Их было 40, вот мне пишут. Я уже не понял, да, я не хотел просто... Ну, окей, да, их было много. Там точные цифры, я думаю, тут не имеют решающего значения. А, да, еще говорят, окей, guys, I'm ready. Да-да-да. В общем, да, забавный мем, он такой прям супер популярный. Его даже увековечили в Hearthstone, там есть карты ЛЕРОЙ Дженкинса. Так где его только не увековечили, в том же ВОИ, по-моему, тоже увековечили. У нас в редакции стоит памятник. Он даже в Dark Souls есть, как призываемый фантом, понимаешь? В общем, да, это такая очень знаковая вещь. Dark Souls! Посмотрите после эфира. Ладно. В DEMONS, подожди, я не помню, в общем, уже честно. В Souls-сериях таких случаев говорят и не парятся. Дальше двинемся около игровой новости. Суд решил заблокировать Роутрекер из-за книг Дарьи Донцовой. Мосгорсуд вынес решение о вечной блокировке. У меня вечная блокировка звучит ужасно просто. У меня как вечная любовь до гроба! Нет, у меня сердце разбивается, когда я вижу формулировку «вечная блокировка». Самого популярного в России Торренттрекера. Решение было принято в ходе рассмотрения жалобы издательства Экс. Я думал, другой самый популярный Торренттрекер в России. Который был раньше частью Роутрекера. А-а-а! Да-да-да, с ним все нормально, там Донцова не выкладывают. Которые требовали ударить книги Дарьи Донцовой, соответственно, с раздачи, убрать раздачи. Да, на Дарьи Донцовой и Александра Громова некого. Решение вступит через 30 дней, то есть Трекер еще формально открыт и работает. Но в администрации есть право оспорить приговор, но вряд ли это имеет смысл. Потому что уже есть, я так понимаю, с другими правообладателями, такими как Национальная Федерация Музыкальной Индустрии. Да-да, его уже хотели закрывать некоторое время назад. И дочерней компанией Warner Music Russia, да. Что в этой новости самое ужасное, или самое интересное, или самое интригующее? Это даже не то, что закрывают весь Трекер из-за книг Дарьи Донцовой. Это то, что в мире где-то сидит человек, который покупает книги Дарьи Донцовой, сканирует их и выкладывает на торренты. То есть он оформляет раздачи. Нет, это меня не удивляет. Он сидит со сканером. Это меня не удивляет. Так, 268-я страница. Меня удивляют люди, которые скачивают Дарью Донцову. Не, ну слушай, ну скачивают, ну... Я могу понять. С Роутрекера, понимаешь? Ты понимаешь просто? Ну, это, конечно, неправильно на многих уровнях. Ну вот у моей мамы, например, есть электронная читалка, и она там иногда, ну, условно говоря, любит такие детективы, что не платить за это. Нет, это я понимаю, моя мама тоже читает, но бумажная, понимаешь, там 30 рублей стоит. Ну типа они, да, вот эти черты, чёрные книги, но они стоят, ну точно не дороже, чем обез. То есть это не то, что стоит воровать, вот уж точно. Ну как надо любить Дарьи Донцову, чтобы купить её реально, ну и сканировать? Ну, серьезно, человек сканирует. Сканирует и раздает, такой, о, приходите на раздачу. Я засканировал всю Донцову. Да-да, не забудьте сказать спасибо. Я уже прочитал, да, не забудьте сказать спасибо. Я уже прочитал, вот золотой ключик, можно мне там убийство манекена? Да, 12 негритят. Я не могу. Там еще же у всех этих русских детективов довольно низкого пошиба, я тут даже им хо говорить не буду, потому что, по-моему, это очень некачественная литература. У них же названия такие, серии Pan Intended, в смысле, какие-то там игры слов, вроде... Игры слов. Да, какие-то знаменитые сказки, там что-то взяли название, какое-то придумали, там что-то как-то это подправили. И, в общем, ну, стыдно даже в руках держать такое, может из-за этого качаются торрентов, я не знаю. Что касается самого факта закрытия торрент-трекера, я не думаю, что, ну, я вообще тут высказываться не буду, я против пиратства. Игры надо покупать, книги там, которые тебе нравятся, тоже надо покупать в целом. За фильмы нужно платить. За фильмы нужно платить, так что, ну, закрывается торрент-трекер. Да, ну, это было неизбежно, рано или поздно это должно было случиться с сайтом, который так или иначе забирает деньги у правообладателей. Так что, я уверен, что те, которые, сейчас Василий хочет что-то прокомментировать, я быстренько скажу, что систему не прикроют в целом, в любом случае. Найдутся люди, которые там, эти парни уйдут на новые трекеры, там откроют какие-то новые раздачи. Короче, тот, кто хочет, он всегда найдет путь. И закрытие рут-трекера это как бы не прикроет. Ну, то есть, что ты хотел бы сказать? Да. Я хотел сказать, что есть два нюанса. Первый, как бы, ну, вы так не продолжили новость, что там был вопрос. Ну, а про вопрос мы еще скажем. Сейчас расскажем еще, да. Вот, и фишка в том, что там большая часть это музыка и такая музыка, на которую нет прав даже в нашей стране ни у кого. В смысле список о чем? Ну, там выложили список всех раздач, которые будут удалять, чтобы рут-трекер дальше жил. Окей. Вот, и там была побольшая часть музыки, которую просто ни у кого нет прав. Это нонсенс. Это нонсенс. Смотри. Василий, а у тебя микрофон-то включен, Василий? Нет, у меня микрофон. А, ну, хорошо, тебя никто не слышит, кроме нас. Отлично. Давай мы тогда будем поступательно передавать информацию зрителям, а то немножко странно. Мы просто сидим, молчим, киваем с тобой, разговариваем. Окей, давай. Ну, то есть, ну, я так понимаю, тот же Warner Brothers или кто-то еще в Мьюзике, я имею в виду, у них есть права в целом, но нет в России. Я правильно понимаю? А, ну, то есть региональных прав, наверное, не было. Да. Окей, у меня по этому поводу есть история, сейчас Василий озвучу второй поинт. Вася, ну, он слышно говорит, окей. А, ну, хорошо, сейчас Василий озвучит. Одна радиостанция обиделась Наталье Донцову за то, что из-за ее как-то, ну, в том числе, заблокировали рутрейтеры и объявила имена всех убийц во всех книгах. А, да, есть такое дело, да, они озвучили спойлеры, там, по-моему, на 200 книг или что-то типа того, Новый Ченок, да, 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 ты прав, я читал это. Да, да, было очень круто, да. Было такое дело, что я хотел сказать, одна из этих, из музыкальных групп, по-моему, она жила не в России, а где-то там в Швеции или в Норвегии, не суть, в общем, северные ребята, суровые. Ой, а может и в России, не знаю, ладно, но тут главный прецедент. У них были какие-то проблемы с своими, как это называется-то, студией или, ну, в общем, правообладателями внезапные, а фанаты говорили, ребят, мы очень хотим, чтобы деньги вам достались, придумайте способ. Знаешь, что они делали? Они продавали джевилы, альбомы с пустыми дисками, которые были там запакованы при этом, там, то есть лежала книжечка, все было лицензионное, и говорили, скачайте с торрентов и запишите себе на этот диск наш альбом. И у вас будет лицензионный альбом в обход наших незадачливых правообладателей, которые... Ну, с музыкой там сложно. Ну, в общем, да. С музыкой очень сложно. Вообще везде сложно. Слушай, по факту сейчас очень мало прав принадлежать непосредственно тем людям, которые продукты интеллектуальные делают. Естественно, это там какая-то огромная система, огромная сеть. Дарье Донцову, наверное, ну, плевать, если честно. Вопрос не в получении конкретно денег разработчиками. Тут же в случае с издателями, например, игровыми, тут издатель там, условно, дает бюджет, ну, или не дает бюджет, ну, то есть там есть разные схемы, но условно. Но издатель издает игру, и если игра не зарабатывает определенное количество денег, то фанаты не увидят продолжения. Факт. То есть, если мы, ну, то есть не заносим деньги за продукта, воруем его условно, то мы просто рискуем не получить продолжение. Ты чертовски прав, но мы сейчас выходим на тему операции «То это плохо», которая, мне кажется, будет органичнее в рамках агромании «Уже не та» и «Не сегодня». Вот, ну, просто это настолько прям… С аниме что делать? С аниме что делать? Спасибо, Василий, что помог мне. Да, спасибо, да, продолжаем эту тему. Что делать с аниме? В России начинают издавать аниме, в кинотеатрах «Наруто» идет. Да. Между прочим. «Атака титанов» фильм. Вот, вот надо идти, надо идти. Ну, сериал, вообще-то, лицензирован в России. Если ты поддерживаешь. Смыска очень мало. Слушай, ты можешь купить себе с ebay, blu-ray, меланхолии, харуки, судзуми, я не помню, что есть, наверное, последний из хороших. Ну, я любой пример тебе беру, и потом скачать. Ну, то есть, в этом, наверное, не будет большого резонанса, потому что деньги ты все равно занесешь. Все, тема дня. Моя любимая тема дня и про Metal Gear Solid. Давай. Ой, прекрасные. Игрок, лишившийся руки, получит протез в стиле Metal Gear Solid 5. К чему я сказал прекрасные, я знаю, сейчас в комментариях понабегут. Естественно, очень плохо, что человек лишился руки. И ноги. И ноги. Но как решают этот вопрос, это очень внушает веру в человечество. Поклонник серии Metal Gear Solid Джеймс Янг, лишившийся руки три года назад, получит протез, похожий на то, что использовал Снейк в пятой части Metal Gear Solid 5. Создание такого устройства стало возможным благодаря сотрудничеству издательства Konami и художнице Софи Барате, занимающейся разработкой тематически оформленных искусственных конечностей. Есть и такие художницы. Был бы я Георгом и посмеялся бы на его фамилии. Барате? Окей. 25-летний Джеймс Янг лишился руки и ноги, попав под пыль в Лондоне в 2019 году. Грустная история. Спустя три года молодой человек стал участником программы по созданию тематических протезов. Помимо Konami и Софи Барате, над разработкой искусственной руки работает команда инженеров и дизайнеров. Кстати, важное уточнение, потому что до этого звучало как будто Konami и художницы просто приделывают ему что-то непонятно. А тут есть вера, что оно будет еще и работать. Нет, оно естественно будет работать, оно будет как бы красивое, оно будет как у Снейка, я так понимаю. Кстати, проект называется, весь этот проект, вот Konami совместный и этой художницы, и инженеров, он называется The Phantom Limb, то есть фантомная конечность. И ты вспоминаешь с Снейкой, мы держим оружие, несуществующее оружие, несуществующими руками. Софи Барате знаменит своим проектом Alternative Limb, это ее собственный проект, в рамках которого она создает тематически оформленные протезы. Среди прочего, она участвовала в производстве искусственной руки в духе стимпанка и протезы ноги, похожего на конечность робота. Узнать подробнее о Софи Барате можно в гугле или в ссылке, в которой есть новости на нашем сайте. Очень классно то, что она делает, по-моему, потому что люди, которые остаются по каким-то причинам инвалидами, остаются бесконечности. Как правило, протезы, которые им ставят, они чисто ориентированы на функционал, там речь не идет. Они выглядят, да. Ни о какой красоте, ни о чем. Люди чувствуют себя, но из-за этого ущербными. Ну, то есть, мало того, что они лишились чего-то по жизни, заслуживают сострадания, они еще при этом, ну, как бы, компенсацию получили очень такую корявую, условно говоря. Ну, нет, я тут абсолютно согласен. Хочешь найти какую-то эстетику в этом, как-то помочь людям, мне кажется, это очень правильное начинание. Софи прям 10 пальцев вверх. Ну, завидовать, я не знаю, завидовать, не завидовать, но, по крайней мере, это... Ты бы не хотел руку, как у Снэйка? Слушай, ну, не взамен. Ну, скользкая тема, не взамен свои настоящие руки, наверное. Да нет, ну, понятно, конечно. Хотя, честно, вот, когда будет аугментация в стиле, там, Адама Дженсона и так далее, механические легкие и прочее, вот эта ерунда, я, наверное, себе с радостью бы сделал какую-нибудь вот... Ну, и когда это будет хорошо, как бы все... Ну, не на моем веку, в общем. Ну, я бы, наверное, себе зафигачил хорошую, такую классную руку, там, чтобы была открывашка, зажигалка, чтобы стены можно было пробивать, знаешь, там, вот. Что-нибудь такое я бы, наверное, сделал. Или сердце, которое никогда не сломается. Ну, то есть у меня нет... Не дай бог это произойдет во времена эфира Игромании утром, то есть, понимаешь? Пьем несуществующий чай и несуществующие руками. Потому что придется же делать, Захар, понимаешь? Вот весь интернет, ну, не весь интернет, окей, все зрители Игромании утром чертовски хотят заставить меня сожрать диск. Я видел, да, комментарий, да. Я когда тебе проспорил по поводу овервотча, на что Захар пьется, съесть диск, понимаешь? Я даже не слушаю, что мы не спорили, в конечном, ну, в смысле, спорили, но ни на что. Но ты соскочил, опыт тебя научил, потому что с Метал Гиром... Даже если бы мы спорили, может, я поспорил на чашку чая, бля, Эрл Грей, который, да. Вот, да. Тем не менее, там все сразу, все, Захар, ешь диск. Теперь любой спор, который я проспорил, это будет Захар, съешь диск. Хотя, на самом деле, речь, что там про Метал Гир 45 и фултона за деньги, я оказался прав. Хэштег, пожалуйста. Хэштег, бомбанула, хэштег фултона. Нет, хэштег Захар съешь диск, пожалуйста, в чат. И смайлик еще, где я уплетаю. Все, ладно, это в целом-то закончили мы с новостями. Вот, да, спасибо, что смотрели. Сегодня было весело, как всегда. Да. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, вам было весело. Немножко поговорили про пиратство. Да, немножко про пиратство, немножко про протезы, немножко про системки. Да. Немножко про детективы. Так что вообще сегодня было все прекрасно. О, понесло. Хэштеги пошли. Дискомномномномном. Отлично хэштег. Ага, отлично. Спасибо большое, друзья, что смотрели. Мы обязательно вернемся завтра с новой подборкой новостей. Сейчас с вами были Артавас Мородян. Захар Бочаров и Василий Копейкин. Всех любим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok